Приветствую вас! Я думаю, что это вполне нормально, что вы не можете представить себя в постели с мышиной, но всё, вы не знаете, как вы будете себя в этой самой постели вести с мышиной, я думаю. Вы не знаете, как вы будете себя вести с мужчиной, вы не знаете, как вы будете чувствовать себя, вы не знаете, чего вам будет хотеться, поэтому это абсолютно нормально, то, что вы не знаете и не можете представить себя в постели с мужчиной. Другой вопрос, в том, а зачем? Зачем представлять себя в постели? Для чего это делать? Ведь сперва эти самые отношения нужно построить, сперва эти самые отношения нужно как-то выстроить, и только потом уже дело дойдёт до секса. Тем более, что у вас есть достаточно чёткое понимание этой ситуации, и тем более, что у вас есть достаточно чёткое представление о том, что просто, чисто ради секса вы в отношениях не будете, то есть чисто ради, ну, секс ради секса вам не нужен, да, и партнёр ради секса вас не интересует тоже. Ну, и я, исходя из этого, могу, в общем-то, сделать вывод, на мой взгляд, вывод достаточно очевидный, что вас интересуют отношения, как бы такие, больше духовные. Но если вас интересуют отношения в большей степени духовные, то в таком случае и не нужно ничего представлять. Как пойдёт, так и пойдёт. Другой вопрос, конечно, заключается в том, ну, другой вопрос заключается в том, насколько и почему вы, вероятно, боитесь этой самой близости. Сексуальной близости, может быть, эмоциональной близости, может быть, вот в чём вопрос. И это вопрос для личных границ, это вопрос, я полагаю, уверенности в себе и так далее. И если это действительно так, то именно с этим и нужно вам в первую очередь работу, конечно. Ну, вот, дальше уже, дальше уже можно о чём-то будет таком говорить более, ну, более превентивном, да, более конкретном. Такая вот история. Теперь, что касается, значит, так, вы пишите «не хочу, не могу представить рядом всех, кого я вижу мужчин, я не могу представить, не хочу рядом со мной». Понимаете, какая штука? Представлять мужчин рядом с вами не нужно. Я бы сказал, что речь идёт в большей степени о том, чтобы вы, так сказать, дали мужчинам, ну, мужчине шанс, ну, какому-нибудь мужчине, да, чтобы вы дали шанс. Чтобы вы дали ему шанс раскрыть себя рядом с вами, показать себя рядом с вами, то есть не представлять что-то абстрактное, а именно набрать больше на личность человека. А то получается в некоторой степени противоречивая ситуация, когда вы с одной стороны вроде бы как отношений хотите и родите отношений не по расчёту, да. То есть вы хотите отношений больше, ну, таких вот, духовных, да, с одной стороны. Но при этом, при том, что вы хотите такого рода отношений, вы мужчин воспринимаете как, ну, ни много ни мало, как товар. И ничего хорошего из этого получиться, к сожалению, не может. То есть если мы воспринимаем мужчину как личность, то очень важно, да, позволите ему раскрыть себя как личность. В текущей версии ваших представлений я не могу сказать, что вы мужчину воспринимаете как личность. Я не могу сказать, что вы создаете условия для формирования здорового типа отношений. Вот, я не могу так, к сожалению, сказать. Вот, я вас не обвиняю в этом. Я просто хочу, хочу, чтобы вы понимали, может быть, несколько лучше то, о чём идёт речь. Я очень надеюсь, что вы сделаете для себя вот какие-то выводы как раз и более, ну, более превентивно, да, более корректно. Будете позиционировать себя, вот, в том числе и в отношениях, в том числе, в том числе и в отношениях. Это было бы очень полезно для вас, это было бы очень здорово для вас, это было бы очень качественно для вас и так далее. В случае же, если вы боитесь близости, если у вас действительно имеют место быть проблемы с личными границами, вот, то в таком случае я полагаю, что прежде чем вступать в отношения с человеком, тем более близкие, тем более близкие, имеет смысл поработать с этими самыми личными границами, дабы чувствовать себя в большей безопасности. Вот, потому что пока что вы производите впечатление очень напряжённого человека, да, очень такого настороженного человека. И, естественно, ни о каких, ни о каких отношениях, в том числе сексуальных, в таких условиях речь быть не может. По сути, то, что вы делаете сейчас, это игнорируете эмпирический опыт, возможный эмпирический опыт от близких отношений, вот, демонстрируете некое акцентрированное, некое акцентрированное, на мой взгляд, отношение к сексу, вот, и, соответственно, опасаетесь нарушения ваших личных границ. Ну, просто чего-то опасаетесь, чего-то опасает, скажем так. Вот, чего я, конечно, конечно, сейчас не скажу, потому что это нужно исследовать, это нужно разбирать. Ну, ответ вам я бы мог дать примерно такой, исходя из того, что вы написали в своём первом сообщении. Вот, а весь, ну, все сообщения я читать не буду, потому что это достаточно долго. Вот, на этом всё, я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, я надеюсь, что вы для себя что-то извлечёте от моего ответа, я желаю вам всего самого доброго и удачи. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!